добрый день я решил записать несколько лекций чтобы познакомить своих новых друзей со своими старыми результатами тут к этой первой вводной лекции есть несколько эпиграфов вот такой эпиграф из вульгарных материалистов пересказе ангелса мозг продуцирует мысль как печень продуцирует желчь не знаю как ангелса мне кажется это правильная метафора и я действительно продуцирую мысль как печень желчь но приходится излагать эти мысли самому если хочешь чтобы было сделано хорошо сделай это сам вот эти пять лекций кратенько чтобы познакомить новых своих друзей со своими старыми результатами я решил записать это первая вводная лекция но некоторое представление вообще дальнейшем я думаю вы получите вот два термина новых экскурс и дискурс то что я делаю я называю своими собственными словами вожу собственную терминологию и это называется дискурс но когда я перевожу это на общечеловеческий язык минимизирую количество терминов объясняю на простом общепонятном языке это экскурс экскурс хорош при встрече с тем кто ничего не знает но чтобы работать внутри нужен дискурс вот это различие надо всем иметь ввиду очень многие люди не решаются создавать собственный дискурс а над теми кто решается просто смеются но это не от большого ума я считаю что серьезный серьезный автор имеет право на собственный дискурс так вот то что я придумал за последние 40 лет можно разбить на четыре группы на 4 группа идей вот есть теория уровня абстрактного интеллекта есть общая теория человека есть карта личности карта задачи есть теория оптимального образования это так сказать развернутое название для тех кто в экскурсе для тех кто в дискурсе я буду использовать короткие названия то они не отече к я указы это о эта терминология хотите работать со мной привыкать но все-таки чтобы дать вам содержательное представление о чем эти идеи я сформулировал четыре вопроса которые в центре этих идей четыре центра образовались вот какие бывают типы сознания на это отвечает то и что такое философия на этот просто отвечает от и ч как описать способности человека третий блок к лкз ну и последний вопрос какое образование лучше всего подходит для современного общества надо понимать что это центральные вопросы они должны быть понятны человеку который не погружен в дискурс но это далеко не все вопросы на которые мы можем получить ответ используя эти идеи это просто некоторые центры вокруг которых можно строить изложение ну и последний вопрос каком формате это излагать насмотревшись разных лекций популярных я пришел к воду что лучше всего для данного курса формат так называемый просто сложном когда не дается детальная инструкция как использовать материал а просто показываются красивые виды красивые расповороты красивые идеи дается некоторое элементарное представление вот этих четырех блоках по крайней мере ну и соответственно будет еще четыре лекции по одной на каждый блок так что до новых встреч спасибо